ЧП в центре столицы. В Астане мужчина попытался взорвать газовый баллон. Опять открытый люк пропавшего в минувшие выходные в Астане мальчика нашли мертвым в открытом колодце. Въезд по отпечатку пальца Комитет нацбезопасности просит ускорить внедрение биометрической регистрации казахстанцев. На телеканале Атамикен Бизнес главные новости в студии Эльвира Найманбаева. Добрый вечер. В Астане мужчина попытался взорвать себя возле здания Казмедиа-центра. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Что же произошло на самом деле, выяснял Бекижан Шалбаев. Отойди! Доведенный до абсолютного отчаяния. На этих кадрах видно, как мужчина угрожает взорвать газовый баллон. Место возле Казмедиа-центра он выбрал не случайно. Проблема, на которую региональные власти внимания не обращали, теперь стала известна всему Казахстану. Сотрудники правоохранительных органов взяли ситуацию под контроль и оперативно перекрыли квартал. В течение как минимум получаса мужчина угрожал подорвать себя на месте. Несмотря на опасность подрыва, полицейским удалось обезвредить нарушителя. Стражи порядка пока квалифицируют его действия как нарушение общественного порядка. Хотя наверняка мужчину ждут серьезные обвинения. Сотрудники Астаминского департамента полиции оперативно перекрыли весь район. Сейчас этого человека задержали. Его требования изучаются. Мы внимательно высушаем, чего конкретно он хотел. И после предоставим общественности подробную информацию. После того, как мы подробнее разберемся с ситуацией, его действием будет дана соответствующая юридическая оценка. Нам удалось выяснить, что мужчину с газовым баллоном зовут Эхлас Таиф. Он из многодетной семьи. В 99-м году его семье дали старый дом. Когда-то давно там была поликлиника. За разъяснениями мы обратились в районный Акимат. Как выяснилось, мужчина прибыл в Астану из Жамбулской области. По его словам, он в течение многих лет стоял в очереди на получение земельного участка. Однако своего так и не дождался. Он угрожал взорвать Казмедиа-центр газовым баллоном в случае, если власти не удовлетворят его требования. Однако сейчас его доставили в Есильский РОВД. Бикижан Шалбаев и Марат Беисов, телеканал Атамикен Бизнес. Еще один подросток погиб в Астане из-за открытых канализационных колодцев. Это уже второй случай за последние полгода. В прошлом году 1400 люков были украдены и сданы на металлолом. Решение же проблемы местные власти видят только в закрытии пунктов приема металла. Арман Куйбаков рассказывает, как с другими волонтерами искал пропавшего Багдоглета Амрхана и как они его нашли. По словам Армана, поисковая операция длилась четыре дня. В итоге тело мальчика обнаружили вчера ночью, практически в двух шагах от дома подростка. Если в городе было холодно, здесь вообще невозможно, потому что ноги мокли, буквально 10 минут ноги мокли. Ребята падали в колодцы. Было такое, что в день три человека чуть не упало в колодец. Потому что идешь, вроде земля, наступаешь, проваливаешься. Это взрослый человек. Хорошо, все шли расческой, друг друга контролировали, друг друга поддерживали, что никто туда не ушел. По словам волонтеров, в процессе поиска Багдоглета они обнаружили еще около ста открытых колодцев только в одном районе. В Астана-Суар-Насе главной причиной такой ситуации называют воровство. Только в прошлом году в столице украли около 1400 люков. Очевидно, для сдачи в пункты приема металлолома. К сожалению, вчера, который произошел случай, мне сейчас сложно объяснить, почему. Потому что буквально в декабре месяце был неплановый обход этих колодцев, и все люка находились на месте. Но что случилось, сейчас проходят следственные мероприятия, поэтому мне сложно пока дать пояснение. Между тем, это не первая трагедия в столице, связанная с люками. В ноябре прошлого года также в открытом колодце было найдено тело 14-летней девочки. По люкам это, вы знаете, огромная болезнь, к сожалению. Есть уже смертный случай, уже не единожды в нашем городе. Буквально вот вчера нашли тоже мальчика. И здесь мы принимаем различные меры. И системные меры к тем застройщикам, строителям, которые строили эти сети и нерадиво оставили их открытыми. И по нашим коммунальным службам, чтобы они ежедневно обходили. Мы за это время тысячи и тысячи люков с осени нашли открытыми и закрываемыми. По центральной улице идешь, колодец открытый. Кто как может, там прикрыли деревяшками, картоном. Но это не вообще вот эти службы, которые за этими коммуникациями должны смотреть. По-моему, во всех смертях вот этой девочки и мальчика виноваты они. И как можно сделать колодец и оставить его без крышки. Открытые колодцы – проблема не только с 40-й станцией, но и всех окраин города, говорят в Астана-Суар-Насе. Решением проблемы считают закрытие всех пунктов приема металлолома. А пока в столице намерены ежедневно обходить колодцы и проверять их на наличие люков. А открытые – закрывать полиэтиленовыми сетками. Мажан Султумбаева, Руслан Мелехша, Виктор Джигерис, телеканал «Атомикин Бизнес». В Алматы вынесли приговор виновнику смертельного ДТП Илья Сукару. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Суд также лишил Кара прав на 7 лет и назначил размер моральной компенсации 4 потерпевшим по 3 миллиона тенге каждому. Напомню, 34-летний Илья Сукар совершил смертельное ДТП в конце декабря. Его авто врезалось в другую машину. В результате погибли три человека – водители и две пассажирки. 45-летняя Шулпан Габдульминова и 40-летняя Динара Хамитова. Еще одну пассажирку, 41-летнюю Айзаду Сатыбалдиеву, в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Согласно обвинительному акту, КАР находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ограбление с последующим поджогом произошло на сельской почте Урджарского района Восточно-Казахстанской области. 22-летний работник, который обеспечивал техобслуживание банкоматов, украл 14 миллионов тенге. Как выяснилось накануне, он загрузил деньги в банкомат и потом сам же их похитил, устроив поджог в отделении. Средства предназначались для социальных пособий и пенсии. Для того, чтобы поймать злоумышленника, было создано 5 следственно-оперативных групп. Теперь он понесет наказание сразу по двум статьям Уголовного кодекса. За тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере и поджог предусмотрено лишение свободы до 8 лет. Слом полицейских, дерзкое преступление стало возможным из-за того, что здание почты не охранялось, а видеокамерами наружного и внутреннего наблюдения не было оборудовано. Задержанный работал в компании, которая обслуживает банкоматы. Прямого отношения к Казпочте не имеет. Он знал, как работает банкомат, когда и сколько денег там есть. Также знал, что отделение не охраняется. С целью скрыть следы преступления он устроил пожар. Комитет нацбезопасности просит ускорить введение дактилоскопической и геномной регистрации казахстанцев. Изначально планировалось, что эти нововведения вступят в силу в 2021 году, однако в КНБ предлагают перенести срок на 2020. А между тем в Министерстве внутренних дел вообще предлагают отложить такую регистрацию. А в ведомстве посетовали на то, что в бюджете на ближайшие три года не предусмотрены средства на реализацию этой инициативы. При этом в Минфине заявили, что готовы найти деньги. Но МВД до сих пор не представили даже технико-экономического обоснования проекта и результатов соответствующих экспертиз. В свою очередь в Министерстве внутренних дел парировали, что даже если получат деньги, то не успеют их освоить в срок. Если у нас будет финансирование при уточнении бюджета, годовое финансирование, у нас есть риск, существует реальный риск неосвоения этих денег до конца года. Потому что если сейчас примет решение о выделении денежных средств, они поступят ориентировочно полугодию. У нас останется полгода на то, чтобы провести все процедуры. Это физически, просто по всем процедурам мы не успеем. Естественно, получается, уточнение годового бюджета мы должны будем закрывать в конце года. Мы его просто-напросто не сможем закрыть. Сенаторов, к слову, возмутила несогласованность министерств. Процитирую. У каждого своя свадьба. Депутаты напомнили представителям госорганов, что соответствующий закон был принят еще три года назад. Однако до сих пор ни от одного ведомства нет конкретных предложений по реализации проекта. При этом дактилоскопическая и геномная регистрация казахстанцев – это прежде всего защита персональных данных и обеспечение безопасности. Мы, наверное, должны предложить с вами, коллеги, правительству, на заседании правительства отдельно рассмотреть данный вопрос по подготовке законопроекта с конкретным планом действий, с ответственными лицами и сроками. И в последующем вообще законы не принимать без предоставления к нам в комитет конкретных мероприятий по реализации закона. В стране планируют ввести ответственность руководителей за коррупционные правонарушения подчиненных. При этом персональную ответственность начальники понесут после вступления в законную силу приговора суда о виновности сотрудника. Сегодня такой законопроект одобрили в первом чтении депутаты Мажелиса. Вместе с тем проект закона исключает практику согласования с уполномоченными центральными госорганами кандидатуры, успешно прошедшие конкурсный отбор на должность руководителей соответствующих региональных госорганов. Решение конкурсной комиссии будет основанием для назначения претендента на должность без дополнительных согласований. Напомню, что в мае президент поручил председателю профильного агентства Алеку Шпикбаеву повысить ответственность руководителей за коррупционные преступления, которые совершают подчиненные. Дисциплинарная ответственность получается от неполного служебного соответствия до освобождения от занимаемой должности в зависимости от степени виновности этого непосредственного руководителя. Каждый случай индивидуален, поэтому если опять-таки сейчас непосредственно, почему мы говорим о том, что будет нести дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных правонарушений подчиненным, поскольку в законодательстве непосредственно законе о государственной службе устанавливается обязанность руководителей проводить работу по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных. Тем временем низкая зарплата – главная причина коррупции среди госслужащих. Они просто вынуждены идти на взяточничество. Об этом сегодня заявил зампредседателя Комитета транспорта, Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Словом Нагминжана Макожанова, средняя зарплата сотрудников транспортной инспекции всего 80 тысяч тенге. Этих средств недостаточно, так как основная сумма дохода уходит на аренду жилья, считает Макожанов. А госслужащие предлагают создать служебный фонд жилья в рамках программы Нур-Лежер. Однако такое предложение коллег Касымбек не поддержал. Он считает, что на работу в регионе нужно приглашать местных специалистов, у которых определенно есть собственное жилье. Назначайте людей, которые работают давно в этом регионе, имеют жилье и так далее. Вы сами толкаете их на эти правонарушения. Если он идет туда работать, он знает, что у него нет жилья, зачем он соглашается. Поэтому это не принимается никак. Если теперь оправдывать то, что нет жилья, я буду брать взятки, это же вообще ужасно. Поэтому, Нагминжан Хашвайч, этот вопрос вообще можно не поднимать по жилью в регионах. Не хочет работать там, не имеет возможности, пусть не работает. Продолжим. Казахстан вводит временные ограничения на ввоз овощей и фруктов из Кыргызстана и Узбекистана. С отечественных прилавков исчезнут кыргызские картофель, яблоки и хурма, а также узбекские гранаты. В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что решение о прекращении поставок продукции соседних республик принято в связи с содержанием в них карантинных объектов. С территории республики Узбекистан за период 2018 года, январь-февраль 2019 года, выявлено 26 фактов поставки зараженной под карантинной продукции, в том числе 5 случаев ввоза гранатов, зараженной карантинным объектом «Червецом Камстока». Необходимо отметить, что подобные меры будут предприниматься в отношении торговых стран-партнеров в случае систематических выявлений нарушений официентарных требований. Кроме того, в профильном ведомстве сообщили, что с 16 февраля в стране введен запрет на весеннюю охоту. Мера связана со снижением численности пернатой дичи. Также с 18 февраля введен запрет на ловлю рыбы в озерах Коргальджинского заповедника, расположенного в Северном Казахстане. А между тем, распространившиеся в сети видео, на котором некто демонстрирует купленные пластмассовые яйца, признали фейком. Об этом сегодня заявил главный санитарный врач Жандарбек Бекшин. О видеозаписи сообщается о том, что китайский продукт был обнаружен на прилавках магазинов в Восточно-Казахстанской области. Однако Бекшин усомнился в подлинности содержания записи из-за отсутствия информации производителя, а также о конкретном месте продажи яиц. Тем не менее, сразу после появления видео, санитарные врачи области вместе со специалистами ветконтроля начали проверять все магазины и оптовые точки региона. Мы просто для того, чтобы это было не просто доказательно провели в Усть-Каменогорске проверки, нигде их не нашли, никто нам их не представил, никто не мог найти этого человека, который все это выложил. Основные признаки фейка. Вы же видели, кроме рук, там ничего не видно. Голос за кадром. И вот это показывается. Ни фамилии заявителя, ни продукция. Это стопроцентный фейк. В целом, как заявил главный санитарный врач, на сегодня выявлены 47 иностранных производителей, завозивших на территорию нашей страны несертифицированную пищевую продукцию. Всего за прошедший год с реализации изъято более 22,5 тонн опасной продукции на общую сумму свыше 24,5 миллионов тенге. В перечень вошли и масложировые продукты, мясо птицы, молочная продукция, колбасные изделия и рыбная продукция, которые завозили из России, Беларуси, Кыргызстана, Украины, Китая, Турции и других стран. Как заявил Бекшин, ситуация с последующей процедурой ввоза продуктов питания в страну в скором времени будет поставлена на камеральный контроль. Тем временем, экологи в Алматинской области подали в суд на недропользователей. Они заявляют об экологической катастрофе, обвиняя предприятия в нарушении природного баланса в прибрежной зоне рек и озер. В словом сотрудников неправительственного экологического альянса «Байтак-Булашак» пять частных компаний бесконтрольно в больших объемах добывают песок, гравий и грунт. Вблизи водоемов загрязняют подземные воды. Претензии к недропользователям и у некоторых крестьянских хозяйств, на территории которых также незаконно производили добычу природных ископаемых. Активисты направили десятки писем в полномочные органы, но ведомства пока не выявили никаких нарушений в деятельности частных предприятий. Возмушены надеются выяснить правду через суд. Нет государственного контроля. Частные компании копают вдоль русла рек, не соблюдая нормативы. Там карьеры площадью 100 гектаров, глубиной 80-90 метров. Многие дошли до глубины грунтовых вод, а некоторые недропользователи на открытых грунтовых водах сделали мусорный полигон. Нечистоты попадают в подземные воды и завтра могут вызвать эпидемию инфекционных заболеваний, так как госорганы там не увидели нарушений законов и отписали нам, что все хорошо. Поэтому мы вынуждены были подать иск в суд. Смотрите во второй части программы. В должниках у родины бывшая казахстанка уехала в Германию, но получала пособие многодетной матери. Теперь у нее требуют его вернуть. Общими усилиями Аким Астаны пообещал решить проблему обманутых дольщиков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мать четверых детей Дарья Сниткова ранее проживала в селе Федоровка Павлодарской области и получала пособие по многодетности. В августе прошлого года она сменила гражданство и вместе с семьей переехала в Германию, привычно получив при этом ежемесячную выплату. У нас в местном Акимате находится почта, почтальон. Она мне просто позвонила и сказала, Дарья, придите, получите свои начисления. Тебе пришли 10-200. Я без лишних усилий пришла и получила эти деньги. Однако спустя пять месяцев родственники, оставшиеся в родном селе, сообщили Дарье, что выплату, полученную в последний месяц нахождения на территории Казахстана, ей нужно вернуть. Так заявили в Акимате. Через пять месяцев наш местный Аким, ну ему правда с района, позвонил там и сказал, Снедкова получила 10-200, она не должна была получать эти деньги, где справедливость здесь вся. Сотрудники Акимата уверены, что справедливость на их стороне. По словам руководителя местного филиала Центра по выплате пенсии Дмитрия Наливайко, на момент получения пособия Дарья Снедкова знала, что уже не является гражданкой Казахстана. Поэтому, согласно закону, она была обязана проинформировать местные исполнительные органы о факте приобретения иностранного гражданства. Однако женщина этого не сделала, соответственно, полученная выплата является противозаконной. Сведения поступили нам 25 августа о том, что, согласно списков миграции, 31 июля 2018 года Снедкова Дарья, она уже не гражданка Казахстана. То есть она в миграции снялась с регистрационного учета. И поэтому ей пособие положено по июль включительно. Но будучи зная это, она в августе месяца, числа 10-го, идет и снимает свое пособие. Через это мы сейчас проводим работу и разговариваем с родственниками, чтобы просто добровольно вернули незаконно полученные денежки, потому что оно и не положено было. Юрист Дужан Уренбаев говорит, что Фемида в этом случае действительно на стороне уполномоченных органов. Полученные деньги новоиспеченной гражданке Германии необходимо вернуть, даже если речь идет о небольшой сумме. В противном случае судебные разбирательства неизбежны. Надо полагать, что на момент получения этого пособия, начало августа вы говорили, она уже тогда знала, что гражданство она утратила. И соответственно на тот момент, судя по тому, что она получила эти пособия, значит она еще не сдала документы удостоверяющей личности, удостоверение личности или паспорт, неважно. И за это, безусловно, есть ответственность административная, предусмотренная. Как раз таки за использование лицом, утратившим гражданство, документов удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан. А также, в принципе, по этой же статье, насколько я помню, привлекают к ответственности за неуведомление о том, что человек утратил гражданство. Спасибо. Позже Дарья сообщила нам, что вернет деньги, ставшие яблоком раздора, в государственный бюджет, обеспечив тем самым возможность беспрепятственно возвращаться на территорию Казахстана. Однако, сотрудники профильных ведомств говорят, что не всегда удается решать конфликты мирным путем. Так, в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что за 2018 год около 300 казахстанцев сменили гражданство, но продолжили при этом получать выплаты из отечественной казны. Большую часть средств удалось вернуть в судебном порядке. Мольдор Абдуалеева, Марат Биисов. Главные новости от Амикен Бизнес. Аким Астаны Бахат Султанов пообещал решить вопрос с обманутыми дольщиками. Сегодня он провел отчетную встречу с населением города. По его словам, сейчас в столице 29 долгостроев. Для решения проблем обманутых горожан уже разработали дорожную карту по завершению строительства всех проблемных объектов до конца 2022 года. Этот вопрос на моем личном контроле. Так попытался успокоить горожан Бахат Султанов. По его словам, проблемы в долевом строительстве уже решаются. Так, в прошлом году удалось сократить количество проблемных объектов с 68 до 29. Это 10 344 дольщика. Но градоначальник сразу же предупредил, что легко не будет. Тут надо понимать, легко не будет. Средства, государственные средства выделены. Но сразу отмечу, это возвратные средства. Поэтому работа ведется по каждому объекту. Финансово-экономическая модель определена. Успешных моментов много. Работы тоже много. Но еще раз повторюсь, долевое строительство на особым контроле. Между тем, по словам Султанова, Астанинцам планируется выдать 2000 жилищных сертификатов по 1 миллиону тенге для приобретения квартир по 7-20-25. Также в этом году по этой программе 1875 семей получат кредитов на 27 миллиардов тенге. В прошлом году для работников образования, здравоохранения и полиции уже было выделено 100 сертификатов. Но сам Аким говорит, что есть проблема. Она заключается в том, что не все могут пройти ценз. Мы больше всех в стране строим и вводим в эксплуатацию новые дома. Детали такие. 2,3 миллиона квадратных метров. Это 23 тысячи квартир в прошлом году. По программе Нурлужер мы также впереди всей страны. 110 тысяч квадратных метров. Это 1419 введенных квартир. 15 жилищных комплексов строятся. Это примерно 4,5 тысячи квартир. Из них 3106 будут введены в эксплуатацию уже в текущем году. По аварийному жилью было снесено 228 аварийных домов. Около 3,5 тысяч семей получили новые благоустроенные квартиры. И эту работу мы будем продолжать. Аким также затронул проживание столичных студентов в колледже и в хостелах. На это ежемесячно выделяется порядка 19 миллионов тенге. Также по данным Султанова в городе проживают почти 90 тысяч студентов. Функционирует в Астане 32 общежития, в которых проживает 14 тысяч студентов. Однако еще 11 тысяч нуждаются в размещении. С этой целью вузам выдали 15 земельных участков для строительства новых общежитий. Для студентов в колледже вопрос проживания полностью разрешен за счет возмещения в хостелах через государственный заказ. Специально из местного бюджета 19 миллионов тенге ежемесячно выделяется в виде подушевого финансирования. И этим самым мы сэкономили на строительстве общежитий, здания общежитий для студентов в колледже. И при этом бизнес получает источник для доходов. Всего же по итогам прошлого года в Астане выполнено строительных работ на более чем полтриллиона тенге. По словам градоначальника, в этом году темпы планируется сохранить. В столице уже определены основные районы застройки и принят отдельный комплексный план. Алмасей Фулина и Тимирлан Нуртаза, телеканал Атамикен Бизнес. Не суйте взятки. Аким Алматы Боржан Байбек призвал поддерживать полицейских. Глава мегаполиса в ходе отчетной встречи с населением прокомментировал тему коррупции в правоохранительных органах. Также на ежегодной встрече с жителями Байбек заявил, что появится специальная жилищная программа для многодетных семей. А дети из малообеспеченных будут ходить в детские сады бесплатно. Ежегодная отчетная встреча Акима Алматы с населением прошла в своих лучших традициях. Полный зал зрителей, со сцены звучат красивые цифры, многообещающие планы и ответы на вопросы. Все распланировано по минутам. Желающих увидеть и услышать, а еще и рассказать о своих проблемах, так же, как и на прошлой отчетной встрече, оказалось больше, чем мест во дворце республики. Свой отчет перед населением Боржан Байбек начал с проблем многодетных матерей. Специально для них разработали жилищную программу, в которой ставка кредитования не превысит 2%. Еще в рамках этой программы многодетные семьи получат сертификаты на 1 миллион тенге на покупку жилья. Слово, в Алматы в очереди на квадратный метр и стоят почти 1300 таких семей. Еще в городе откроется специальный центр поддержки многодетных матерей. Для обеспечения мест в детсадах выделяется госзаказ на каждого ребенка частным детским садиком. Благодаря этому за 4 года открыто более 539 частных детских садов на 18 тысяч мест. Это увеличило охват детей до 83%. Создано 3500 рабочих мест, где в основном работают женщины. Поддержать не только малообеспеченных и многодетных призвал Аким Алматы. Понять, простить и не давать больше взяток полицейским и врачам. Кстати, по данным главы мегаполиса, за прошлый год медикам за получение денег за услуги вынесено 29 взысканий. Уволены 12 руководителей медицинских учреждений. Всего за прошлый год вынесены 29 дисциплинарных взысканий руководителей медучреждений. Уволено 12 руководителей, в том числе два по отрицательным мотивам. Для реформирования городской системы здравоохранения принята дорожная карта. В ее основе прозрачность работы и повышение качества услуг. Наблюдательные советы больниц не должны включать в своих состав главврачей и заместителей. Все мы дышим одним воздухом, независимо от уровня дохода. Проблема смога на фоне вопросов по многодетным семьям казалась не такой актуальной. Но все же Бауржан Бабек отметил, что нужно отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный транспорт. Амина Абдрахманова, Бала Джакипов, главные новости. Как решить спор с представителями госорганов? Как доказать, что вывеска это не реклама? И что делать, если появились проблемы с земельным участком? Ответы на эти вопросы сегодня озвучили в общественной приемной для бизнеса. На претензии предпринимателей отвечали представители Акимата, генпрокуратуры, комитеты чрезвычайных ситуаций, эксперты. Мнение выслушала моя коллега Амина Абдрахманова. Вот так эмоционально перед абсолютно чужими людьми предприниматель Анель Гумарова с многолетним стажем рассказывает о своей проблеме впервые. Отчаянная женщина уже по нескольку раз обошла государственные инстанции. Помочь смогли в палате предпринимателей, где ей предоставили юриста. С конца прошлого года Анель не может получить разрешение на аренду земельного участка перед своим комплексом. Площадку она занимала больше 10 лет легально, с оплатой арендной платы и налогов. Кроме этого, предприниматель вложила несколько миллионов на облагораживание и уход за территорией. Я не могу решить эту проблему. Мне непонятно, почему столько лет мне разрешалось арендовать эту землю, а теперь нет. Я, как положено, привела ее в порядок, вложила миллионы, оплачивала за аренду. Почему ко мне приходят неизвестные люди и требуют за решение этого вопроса 12 тысяч долларов? Откуда у меня такие деньги? Как я должна платить тогда налоги? С такими же наболевшими вопросами и проблемами в общественную приемную пришел не один предприниматель. Эту площадку организовали специально для того, чтобы лицом к лицу посадить бизнес и представителей государственных органов. Общественная приемная будет работать еще два дня. Прийти и высказаться может любой коммерсант или производитель. Кстати, в палате предпринимателей уже разделили по блокам те проблемы, с которыми в последнее время бизнесмены стали сталкиваться очень часто. Это вопросы рекламы парковочных мест и налоговой нагрузки на спортивно-развлекательные центры. У нас есть проблема во взаимодействии между государственными органами. Это управление архитектурой и налоговой органы. В части выявления этой незаконной рекламы, в части передачи своих функций, то Алматы Генплан. В данном направлении мы проводим соответствующую работу. Мы дали свои предложения в Министерстве национальной экономики и их озвучили сегодня. Кстати, с этими вопросами в палату предпринимателей за помощью и консультацией уже обратились больше тысячи бизнесменов. Кто-то уже закрыл свое дело, а у кого-то на грани банкротства. У одних спад прибыли произошел из-за отсутствия парковочных мест, а кто-то не потянул дополнительный налог за игровые установки. Должно быть понятно, почему каждый месяц или каждые полгода вдруг появляется новая форма отчетности. Это отраслевые, то ли экологические, то ли статистические, то ли по ветеринарии, санитарным и так дальше. Я вообще в целом говорю, да, и каждый раз это модернажирует и не дает спокойно работать бизнесу, потому что приходят и спрашивают отчетность. Возникают какие-то судебные процессы, люди отвлекаются, излишние затраты. Тем временем эксперты обещают, что ни одна проблема не останется без внимания. По каждой жалобе со стороны бизнесменов с окончанием работы общественной приемной начнутся проверки в отношении госорганов. Амина Абдрахманова, Дауренко Жахметов, Главные новости. Наука, технологии, инженерия и предпринимательство. Именно в этих четырех отраслях женщины представлены меньше всего. Об этом сегодня говорили в ходе завершившегося в Алматы форума деловых женщин Women in Business. Казахстанские бизнесвумен не намерены мириться с подобным положением дел. Какие еще проблемы поднимали в ходе конференции, знает Тимур Ермашев. Казахстанские женщины уходят в предпринимательство. На данный момент из одного миллиона бизнес-субъектов 43% возглавляют представительницы слабого пола. В цифрах это 492 тысячи бизнесвумен по всей стране. И возможно именно благодаря им роль МСБ в экономике страны начнет увеличиваться. Пока же картина с развитием предпринимательства остается печальной. То, что мы к чему стремимся повышать роль МСБ в экономике страны. Но нам пока, к сожалению, это не очень удается. И тенденция последних лет, что именно роль МСБ в экономике страны падает. Сегодня она составляет где-то 25-27%. Задачи президент ставил, что довести ее до 40%. Но вот, к сожалению, ситуация такая, что она не растет. Тренд последних лет это то, что современные бизнес-леди приходят к решению об открытии собственного дела не из-за крайней нужды, как это было в 90-х, а скорее для самореализации. Об этом также говорилось в ходе сегодняшнего форума деловых женщин. 70% предпринимательниц превратили в бизнес свое хобби. И лишь 15% просто не нашли себя в других сферах. В большинстве своем женщины предпочитают работать в сфере туризма, оказания услуг, торговли и легкой промышленности. При этом почти не задействованы в инженерии, науке и технологиях. Как выяснилось, это сейчас самый быстро растущий сегмент рынка. И он очень прибыльный. Поэтому наши спикеры говорили о том, что важно, чтобы женщины уходили в IT. Во-первых, подготовка должна быть молодых женщин на факультетах, чтобы больше женщин шло на факультеты IT и не боялось. Потому что многие девушки боятся, что это для них очень сложно и неподъемно. В целом в сегодняшнем форуме приняли участие около 150 предпринимательниц. По итогам мероприятия была составлена резолюция, которую организаторы направили в Акимат Алматы. В этом документе бизнес-леди изложили все основные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Тимур Ермашев, Нурландос Магомбетов. Главные новости. И последнее. Правила для СМИ должны быть, но они призваны способствовать работе журналистов. А не создавать препятствия. Об этом сегодня на коллегии Министерства информации и коммуникации заявил генеральный директор телеканала «Атомикен Бизнес» Канад Сахарьянов. Напомним, недавно объявленные планы отраслевого министерства по ужесточению правил аккредитации представителей СМИ вызвали возмущение медиасообщества. Вместе с тем Канад Сахарьянов попросил налоговых льгот для СМИ, освобождение от корпоративного подоходного налога НДС, а также индивидуального подоходного налога. Кроме того, по словам Сахарьянова, люди перестали смотреть телевизор, но не перестали смотреть телевидение. Сейчас большая часть населения смотрит телевизионный контент через интернет и мобильные устройства. Поэтому медиаизмерения должны учитывать систему РПД и считать отложенный просмотр в YouTube, подчеркнул Сахарьянов. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Благодарю за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова